я бы хотел продолжить тему про книги мне вот самому интересно сейчас я не знаю как ориентироваться на вкус и предпочтение своего зрителя но то что в день 50 человек подписывается это конечно обнадеживает и придает смелости может быть действительно среди моих зрителей я не скажу что я стараюсь все время понравится чтобы тогда бы я в духе тик тока записывал бы и набирал бы колоссальное количество а так как я серьезные темы освещая думаю что серьезные люди умные рассудительны у меня в зрителях так сказать качеством берем берем своих зрителей так вот кто-то спросит вот а сам ты читаешь книги да к стыду надо своему признаться временами как-то вот поглощен бываешь другими вещами и книга не теряет вот зрелищность но все-таки время от времени вот старые друзья притягательны и так приятно встретиться с ними также книги те которые когда-то читал заново перечитывать но опять-таки не те книги которые читал в детстве в отрочестве потому что там флер такой романтики там читаешь тот же белый отряд вообще не буду говорить там есть моменты только любви все там гречанка там который он был влюблен она ему там привиделась в окне с со слезами на глазах переживала она давала понять что его опасность ждет что такое нет и большие надежды диккенса говорю там эстер звали ее и она была воспитана в духе бабушки или тети не помню там тети наверное в духе неприятия мужчин была воспитана и вот я когда начинаю читать детство саламбале или выстрел ивантера или небосовчинку там и какие-то то что я читал когда-то и детский восторг у меня был подростковый сейчас конечно и другой взгляд и вот это вот очарование почему-то уходит и как-то какая-то вырисовывается насмешка взрослого себя над тем подростком который когда-то восторгался читая эти строки поэтому некоторые произведения как бы табуированы вот то что классика зарубежная то что сказать читал замок броуди кронина и очень грустный очень это тоскливо это произведение в каком смысле не качество а смысле там семья как сложились там мэтью там сын его дочь трагическая судьба жена ушла из жизни он разорился и вот это вот гнетет я вот там где-то был в торговом центре зашел и обнаружил эту книгу и как-то тяжело не хотел читать потому что хочется светлые такие вот вот некоторые говорят а что же американцы все время хэппиэнт у них да потому что щадят зрителя что у меня тут идет да а то не видно ничего щадят зрителя тоже когда щадят читателя такой светлый конец с оптимизмом напоенный что ли то после этого лет летаешь я помню как то тоже вот студентом был сторожем мир иначе воспринимал и в универ с универа пришел пошел на стройку сторожем берешь книгу так милый друг мапасана читаешь и воображение работает потом читаешь там во время сессии двухтомник был исповедь сына века альфред де мюссе кажется да альфред де мюссе кажется в одной одной книгой как раз исповедь сына века история такой любви и боишься что уже знаете вот все таки человек через определенное время он не способен уже стоя и сказали оси осизать уже с той нежностью что ли осизать он в как и сказали в юности он был полон светлых надежд много у него было мечтаний много у него было как то он фантазии и связаны с этим вот с произведением когда он читал и вот примерял на себя и как-то вот восторг испытывал что такие вот эти чувства какие-то а потом когда по прошествии десятков лет возвращается уже он как сказать вот отцу нашему допустим возьми или и дай почитать то что в детстве меня там восхищала или в юности он скажет ерундой занимаешься ну тот не ерундой а просто-напросто книга она не будет тех струн те были нежные струны души а тут уже ты крым мрым прошел и какие-то жизни проблемы решал суровые испытания своего рода какие-то преодолел и душа как-то она зачерствела в какой-то мере потому что там юный нетронутый душа когда способна была там парить в облаках от взгляда там девушки которые там приглянулась там мечтах ты думал все о ней фантазировал и прочее как-то себя представляет вот перспективу отношения там чистых таких отношений все а с годами все это как-то постепенно душа грубеет что ли да можно с пониманием относиться к другим у которых еще там силу возраста там восприятие такое не огрубевшие да но к своим по применительно к себе трудно и какая-то насмешка получается над собой допустим юношеского периода над собой скажем отроческого периода допустим вы же детстве если зачитывались мурзилка там веселой картинка нет мурзилка там еще что-то я помню про старуху не старуха какой-то и какие-то ведьмы были вальпургиевы ночь что такое и тогда я уехал в детстве в узбекистан и думаю когда же я вернусь чтобы этот журнал свежий номер на пришел почитать в продолжении сейчас это пожалуйста но уже то ли душа не лежит то ли ну не то пищи это как человек в детстве там положим материнское молоко или что такое что-то блюдо там какой-то что-то сладкое он любил а повзрослел он конечно это уже не предел мечтаний он уже как-то это спокойно к этому костюму относится равнодушно даже то же самое и вот эти произведения поэтому если одна прелесть есть том что ты читал в детстве когда очень многие эти ощущения были острые как это обнаженный нерв твой как говорится у нас писатели писали а с другой стороны все-таки уже иное восприятие и боишься вот это вот что новым прочтением спустя годы новым прочтением своей какой-то любимого в детстве произведения не получишь того что ожидал также как невозможно получить те же скажем ощущение радости когда ты в детстве бегал по улицам родного села и сейчас ты приезжаешь и допустим уже все это не то совсем восприятие иное там ты радовался одному сейчас другому человек более практично становится более цинично становится вот и поэтому произведение но те книги которые задавали нам в курсе зарубежной литературы они как бы своего рода как из-под палки мы вынуждены их прочитывали проглатывали да и потом те произведения которые когда-то на слуху были и вот допустим дети арбата рыбаков читаешь и в то время как воспринимал все это и сейчас читаешь думаешь а что такое там ночевал . золотая там что-то в общем много таких произведений которые когда-то пропаганда представляла как нечто что-то ну на грани запрещенного это всегда вот сам издатовской книги особенно сейчас вот орел спал со мной книг свободно бери читай и вот помните наверное про гасилова в роман газете был мы школе старших классов тоже изучали и как он там начал забастовку наоборот или что переуполнять план что-то но все по заданию партии работали писали произведения даже мастера пера чтобы прокормиться и получить достойное место в череде вот в этих самых наших на пантеоне славы или как пантеон годится в данном случае нет я не знаю простите если неправильно и потребил слова в общем быть в центре внимания что актуальными значит быть среди своих читателей чтобы о них писали в газетах журналах фамилии звучали их по телевизору газетах везде то естественно они старались по заказу партии говорили кто-то из писателей известных то ли шолох сказал нас обвиняют часто что мы пишем по указке партии нет мы пишем по указке свое сердце а сердца наши принадлежат партии но так вывернулся ловко человек скажем так и мы всегда завидовали тому же шолохову надо же все время какая слава 7 и в нобелевскую премию человек получил и хотя говорили разные о о происхождении как 22 года как он мог написать тихий дон и сейчас какие-то подчерковеды находят что-то на это я не хочу касаться это у людей может разные мнения я про то говорю что в то время люди творческого склада у них был смысл жизни рыдхейлы там я зачитывался бесконечно и многие оказывается повелись поехали тоже на чукотку за романтикой меня слава богу врач мой лечащий там мы в университете перед физкультурой проверяли она посмотрела не так не врит я говорю я на чукот хочу горит вам противопоказано она мне остудила желание все когда ты практикант едешь это романтика одними глазами смотришь это общеизвестный анекдот есть ты значит туризм с эмиграцией мол не путай вот тип этого или поговорка а анекдот есть про рай и ад где от веселее а потом он попадает в ад а там оказывается очень плохо это горит рекламный был это момент поэтому не путай то же самое едешь когда ты на практику в газету там работать все в новинку все интересно все свежо воспринимается когда ты там постоянно живешь и уже стирается вот это ощущение новизны романтики превращается в тупой зарабатывание денег в ремесло обыкновенные вот это да и люди и особенно те которые вот у меня такой склад романтический склад другие у них душа противится просто противится хочет все время найти какой-то я раньше ехал бригаду ударный 2 2 месячных был в конце года и ехал и каждый раз пытался у них найти какие-то причина почему у вас вот бригада передовая а все было прозаичнее как дальше некуда им вовремя стройматериалы подвозили особенно вот эти передовые бригады у них бригадиры были герой соцтруда или с известными именами и раз у них известные имена они могли в горком партии позвонить и то что везли подруг по этому адресу в бригаду допустим стройматериал могли привести им и таким образом они постоянно были обеспечены стройматериалами остальные дожидались ударного двухмесячника когда в авральном порядке из-под палки все там начинали бешено суетиться я вот ездил в камснаб помню и разговаривал тогда горбачёв такой был однофамилец что ли генерал секретаря он как раз до фамилии каш такая же была он не спрашивал как журналисты подскажите сейчас вот перестройка почему такой бардак творится все валили на эту организацию камснаб дескать она плохо снабжает она касс по сути тоже подчинен организации что дали то и предлагают и совершенно по другим позициям вот я сегодня с родственниками иду с базара я увидел выброшены это деревянные там окна опять на пластик меняют по ветре такое дерево дерево ты более благородный материал я ему говорю я вот у меня там одна створка нам как-то неровная такая и все стекло ставишь все время лопается я решил пойти на улицу и поменять створку принес там одну или две чит выброшены хорошие такие подкрашенные все они не подошли потому что пингалеты в разных местах расположены как-то совсем по-другому я говорю вот немцы которых мы смеемся у них до сантиметра или даже до миллиметра бы совпадало как смеялись тогда при ссср говорили немец там в обеденное время наступил секунду в секунду молоток замахнулся обеденное время он бросил молоток и пошел обедать смеялись над педатич педатичностью а у нас вот такое ну аврал аврал что вы хотите в авральном темпе все делали тот период а журналистов заставляли писать о каких-то там но иных мотивах там душевных то дескать не ради зарплаты вот фильм гражданин лёшка там комедии там другие не ради денег не ради зарплаты а из принципа не все-таки герои вот и в детстве смотрел фильм там когда с детдома взяли ребенка парня подростка воспитывать бригаду и когда он вопрос задал а насчет заработка они его значит и там на место поставили главное-то не деньги вот все время воспитывали вот так вот удивительно просто да и писатели удивительно впрягались в это вот лобли надевали хомут и тащили в том направлении которое ему указывал партии правительства иначе ну что социальный заказ не выполняешь пишешь там что тебе приятно они то что партии заказывает ну все тогда что тут конечно из обоймы выпадаешь а если ты положим написал какое-то произведение который укладывается в рамки социализма и прочее там подобрение получила конечно порадовать можешь побаловаться там написать какое-то произведение уж так для души а чтобы вот так вот увы и я вот студентом был мне вот допустим ходил нас как писал не стройки описал заводы урал маш ли там урал обувь рыбозавод там какой-то в бассейн там писал везде где можно ходил писал материалы и в то время конечно не стремился найти что же секрет успеха там и прочее просто мне было при интересно это романтика какая-то вот что-то новое открывается в урал обуви там я у меня потертый как у студента ботинки были а это видно ботинки может урал обуви и когда я там стоял наверху где там конвейер красильный и меня значит бригадир взяла мои ботинки снимай я снял она их спустила по конвейеру их подкрасили там обновили я внизу спустился и надел эти ботинки для меня был праздник вот вот так как это как-то так говорит у нас кто-то в каком произведении любил так говорить как-то так в этом разрезе сразу не могу вспомнить время потеряю просто вот именно вот в партии диктовала хорошо или плохо я на сто процентов не могу сказать что плохо какой-то все таки как вам сказать человек мог как-то найти консенсус что ли допустим партии заказ социальный выдает а человек в этих рамках в зависимости от его таланта одаренности он умудряется как-то угодить заказчиком этим и свои выразить чувства и себя засветить ими приобрести как говорится и деньги приобрести честь соблюсти вот где-то вот так в этом роде получается да и особый пилотаж от кино кино кинза за смотрели комедию это конечно многозначительно другие там комедии сейчас говорят вот они значит эти авторы отцы основателей фильмов они многозначительно у них там содержание подоплека какая-то была это вот намек на то на то а вот комедию положим добро пожаловать или посторонним вход воспрещен хотели на полку сразу положить потому что в лице бабушки угадывался лицо никита сергеевич хрущева и там прочее 5 10 прочее и повезло что кто-то там из госкино никита сергеевича на дачу отвез и тот посмотрел им понравилось дал добро и фильм по какое-то время шествовал по экранам хотя он значит изначально его там как разряд такой значит был где-то там только в определенных там периферийный что ли показ и прочее а тут пошло ну вот фильм эти смотрим актеров сейчас покажите нам пожалуйста актеров талантливых может быть время просто их потом покажет а вот советский период когда допустим не было ну как захотел фильм снял зачастую там припоны всякие рогатки всякие сито проходила идеологическое это 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 и много много всего а некоторые вроде то что разрешено они не пользуются и даже власть их махну махала рукой и сразу же закидывали на полку там фильм какой-то дом переехал там во времена сталина создали что особенно там целый дом и но обыгрывали все это видно в то время часто это был потому что я когда на родину поехал соли лецкий где сестра бы жила раньше ее соседка говорит а этот дом горки из бывшего райцентра из села бурану когда-то зимой горит на санях привезли с одной стороны была контора лесхоза с другой стороны был магазин и вот на тебе моей там тетки троюродный что ли взяли и она участница войны ей значит далее этот половинку дома деревянного вот дом переезжали тогда дома и многоэтажный тоже а некоторые хотели на этой основе фильм создать вроде как но укладывается в рамки того периода когда с одной стороны вот реализм социалистический вот дом переехал сюда с другой стороны интересно как бы ну да для пяти максимум 10 минутным так для короткометражки какой-то но не для целого фильма потому что тема быстро это истощается вот и сколько талантов ну ладно там какие-то комедии там они смешные не совсем а вот сколько талантливых актеров сколько действительно людей которые вот итальянцы говорят про красивых людей очень красивых людей говорят природа создала его и сломала форму вот так вот актеры красивые актеры неповторимые они актеры вот время от времени когда ра по-разному смотришь сегодня я впервые за много раньше смотрел допустим что у нас это печки лавочки что ли что там шукшин снимался да и как то есть понятие до испанский стыд там что-то там а это стеснение испанская как стеснялся смотреть на казалось вот потому что я в этом зеркале этого произведения фильмов видел себя подростком когда я тоже вот комплексовал и мне трогал вот такие моменты общение когда я стеснялся и вот вот этот муж женой едут и они оба такие вот тоже беззащитные вот у них души беззащитные они чистые деревенские души у них там беззащитные и они едут в поезде их там играет бурков такого прожженного значит так щипача или как там воришку и они значит уже обожглись и уже они теперь уже на это у нас как зорин играет профессора который фольклор собирается чемодан золото он говорил они подумали что это очередной какой-то бандит или такой же и уже к нему крайне настороженно мягко говоря относится вот талант вот это калины красный сразу же вот вошло это золотой коксов блин как вас к сокровищницу да и когда он поступал сапогах явился то же самое сразу же он его заметили потому что необычный тип необычный тип положим угадываешь вот некоторых актерах себя вот я если бы поступил на кинематографический факультет или куда-то или в актерское отделение какой-то там или куда-то я бы мог таким быть не не смысле что такой же талант нет именно вот такого склада души такой типаж и видишь себя прежнего допустим когда вот из села приехал и просто испытывал ужасно это неловкость вообще не с людьми потому что в семье одному сыночку вот такой достала досталось воспитание младшему любимчику там все позволено другому значит нельзя и по рукам а природа берет свое в данном случае там твое это как сказать за задатки твои природные творческие они как вот с асфальт вот где-то я читал когда-то произведение советских писателей и асфальт ну там момент интерес расскажу может быть кому-то интерес кому-то это самое любопытно в кино в кино или в театр или а на стадион на какой-то только один был билет у этого человека и он а там два друга или два брата и вот он говорит ну что ж теперь кто попадет из вас кто больше грибов соберет тот со мной значит или нет один билет все было один билет всего был и вот попадет он на стадион на такой матч такой важный какой-то был который билет не достать и они собирают грибы и а у одного одного гриба не хватает они возвращаются и тот переживает второй сильно переживает и как-то они значит идут и от досады что-то там их машина не подобрала что они опаздывают значит на стадион один он не он а другой что ему значит грибов меньше посчитали он не попадет на стадион он кажется он от досады вот горку там асфальт тогда экономили на битуме видно какая-то там вздувшиеся какой-то там при маленькой горка асфальта там на шоссе близи города это не в числе не в этом не внутри города где асфальт побольше кладут он пнул от досады и а там оказывается два гриба росли два грибочка но грибочки надо полагать эти съедобные и такой возглас дикие радости и он же а бас обскакал своего там брата родного и потом конце книги там или с рассказа они вот эти остались вдвоем дома с неудачником скажем так которому на один грибочек теперь меньше и вот этот мужчина родственник что ли он им приходится какой-то телевизор смотрят и к крупным планом показывает эту мальчика их родственника которые за целый день везде ходил искал грибы уставший сильно там трибуны и кипят страсть страстью народ кричит вопит забивает мяч а он там мирно спит положив голову кому-то соседу на плечо и вот вздох вырывается у эту мальчик который не попал на стадион вот вот пожалуйста вам интересный эпизод позвольте на этом эпизоде завершить потому что слишком длинный разговор получается и кому-то может быть и не интересно все-таки не совсем я скажем так простой разговор завел вот для этого надо вдохновение а слушать тоже надо вдохновение или какой-то там интерес необычайный к тому периода когда мастера культуры там когда провозгласил горький что ли с кем вы мастера культуры вот и чтобы именно вот этот период когда чесатели кинематографисты они все в это время вынуждены были исполнять заказ партии потому что иначе на плаву не останешься а потом вроде пожалуйста все все что хочешь пожалуйста создавай фильмы но нет когда какая-то цензура была и почему-то талантливое произведение даже вот взять иван васильич менять профессию сами знаете булгаковское произведение 20-е годы показали там нет нет как раз да и взять другое произведение какое-то не возьмете там допустим не может быть там там подождите а нет это тот тот период я уже не буду заморачиваться наверное попрощаюсь и давайте тему новый как будто открывать который вам это что хочу сказать что вот фильмы наши они вот это творчество книги кино какой-то момент не востребовано допустим того же булгаков там а потом спустя десятилетия заиграла новыми красками поэтому может быть со временем вот под настроение вы сейчас вам не интересно а потом через какое-то время захотите просто окунуться вот в размышления вашу покорную слуги в творчество литературное кинематографическое и что отличало то творчество от творчества современного не думал тогда мой сюжет мои вот это видео весьма кстати окажутся все спасибо за внимание